приветствую вас друзья с вами я шевченко александр и канал академии счастья поговорим сегодня о том как принимать правильные и корректные решения потому что каждый из нас но зачастую хочет действовать корректно то есть понимать какое решение правильно какое нет и это вот корректность она происходит и чувствование да тогда вы чувствуете что вот сюда нужно и тебя сюда нет и знаете бывает такое состояние как непонятно куда двигаться то есть не чувствуешь куда идти зачем и такое состояние как говорят как заторможенность какой-то тупня да то есть не понимаешь вот сюда или туда как неведение и в данном случае конечно же действовать таком состоянии просто невозможно потому что любое действие будет неправильным почему неправильно потому что некоторые говорят о действует там дальше как бы сама разрешится в данном случае вы можете сделать ошибку можете совершить некорректное неправильное действие то есть поэтому я говорю сначала почувствуйте Кому-то достаточно дождаться отклика, да, то есть вот у него есть отклик такой, как бы состояние тела, да, да, я хочу, то есть такой как бы идущий изнутри. И это очень важный момент, да, почувствовать этот вот клик. Кому-то нужно, например, пережить эмоциональную волну и, ну, скажем так, пройти по этой волне, достичь состояния определенного такого, ну, как бы понимания ясности. И когда вы достигаете этой ясности, то, соответственно, вы знаете, как дальше действовать. То есть вот уже действуя из этого состояния ясности, вы понимаете, что это будет корректное, правильное действие. И, соответственно, если этой ясности нет, то действовать будет неправильно. Поэтому я всегда помогаю человеку очистить свой разум, чтобы он мог помочь, чтобы он мог, скажем так, достичь этого состояния. Почему? Потому что когда у человека и разум, тело, душа загрязнены, то есть имеется много непонимания, какого-то избыточного заряда, негативных каких-то суждений, то что происходит с человеком. Он начинает жить не своей жизнью, он начинает действовать некорректно. То есть он начинает совершать ошибки. Я это знаю и по себе, да, и по другим людям. Я вижу, как бывают люди, действуют ожесточенно, неправильно, действуют некорректно. Просто потому что они не чувствуют, что происходит внутри. И вот это чувствование – это залог действительно счастливой, здоровой жизни. И каждый человек может быть в этом состоянии чувствования, в состоянии гармонии, радости и счастья. И вот находясь в этом состоянии, вы можете достичь гораздо большего, чем если вы будете действовать неосознанно. Что представляет, например, чувствование? Это когда вы понимаете, вы соприкоснулись с собой, у вас есть связь со Вселенной, с Высшим Я. И вы чувствуете, как действовать правильно. То есть у вас не наступает такого состояния, знаете, что вот, ну, как бы, некорректности, да, то есть что вы не знаете, куда идти. Все это зависит от вашей соединенности с собой. Поэтому, когда мы делаем процессы, то есть процессы, которые помогают человеку соединиться с собой, то я помогаю настроить эту чувствительность. То есть мы убираем те негативные суждения, постулаты, которые влияют на человека, и которые заставляют его чувствовать себя негативным образом. То есть что это может быть? Например, у человека произошел какой-то травматический эпизод, он у него сохранился в уме, и человек начинает чувствовать себя апатично, начинает злиться или проявлять какие-то другие негативные эмоции, которые приходят из этого случая. Вот, когда мы этот случай прочистили, состояние у человека улучшилось, и он начинает действовать особо. То есть мы убираем те избыточные потенциалы, которые заставляют человека действовать некорректно. То есть спешить, совершать ошибки, настаивать или наоборот меллить, тупить и так далее. То есть мы убираем все то, что мешает человеку в его активных действиях. То есть это очень важный момент. Почему? Потому что когда человек осознан, то, соответственно, его состояние корректное. То есть он понимает, почему он это делает, зачем. То есть даже если у него нет, может, полной полноты, такой немножко тавтология, да, осознанности, что произойдет потом, но он знает, что так сделать правильно. И он начинает действовать. Вот, когда мы на процессинге убираем вот эти вот, скажем, негативные моменты, то человека восстанавливается, его духовный жизненный потенциал. То есть его энергия восстанавливается, он начинает действовать корректно по отношению к себе и к другим людям. То есть вот это слово «корректность», она очень важна, на мой взгляд. То есть корректность, ну, на русском это правильность. То есть почему правильно, да, то есть, ну, вы согласитесь, что в русском языке многие слова сохранили свою слоговую, скажем так, понимание слогов, да, и слово «прав» оно всегда звучало так, то есть «прав» вот, ну, как бы, это путь, который направлен на на самом деле корректное, то есть действия, которые идут, как бы, свыше, можно было бы так сказать, потому что было такое, как бы, ну, в русском слове, да, в русской письменности, в русской грамоте «прав» — это было царство, ну, как бы мы его назвали «царство богов» сейчас, да, но на самом деле это такое правильное и корректное действие, да, то есть это высшие, скажем так, абсолюты, к которым мы стремимся. И вот «прав» — это тот человек, который соединен с состоянием высшего «я» и действует корректно. И вот тоже, опять же, эту связь я помогаю восстанавливать с помощью процессинга, то есть связь с высшим «я», для того, чтобы каждый мог принимать корректные, правильные решения. Давайте сделаем практику, посмотрим, как это работает, как уже принято в наших видео. Сядьте или лягьте в удобном для вас месте, чтобы никто не мешал, закройте глаза, почувствуйте, создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве и осознайте, как бы, ну, кто вы есть в этом пространстве, осознайте себя как духовное существо. Далее в этом пространстве создавайте любовь, счастье, гармонию, то есть наполните это пространство любовью, счастьем, гармонией, И посмотрите, есть ли у вас какие-то решения, которые вы хотели бы принять То есть, есть ли что-то такое, что, скажем так, ожидает своего решения То есть, вы никак не можете что-то принять, решиться, какое-то действие сделать И при этом соединитесь с Высшим Я, со Вселенной И почувствуйте вот эту соединенность с Высшим Я, со Вселенной Ощутите это в полной мере И потом, когда вы почувствовали это состояние Ощутите, какой ответ вам приходит, да, вот в отношении вашего решения То есть, это ответ, как поступить правильно, да, делать или не делать Вот, и получите этот ответ, то есть, соприкоснитесь с этим и получите этот ответ Потому что, когда вы получите этот ответ, вы можете уже начать действовать То есть, как бы, ну, вот этот источник Высшая Я подскажет вам, как правильно действовать То есть, как двигаться, куда двигаться Вот, и дальше реализовывайте этот потенциал То есть реализовывайте это движение и двигайтесь в заданном направлении То есть если вам пришла подсказка, вот делай так, да, то прислушайтесь к ней и реализовывайте это То есть это будет как раз для вас порядное, правильное решение Вот, если что-то, например, не получается, идет не так, вы можете всегда обратиться ко мне за бесплатной консультацией То есть мы это урегулируем Вот, а таким образом дайте сессии перерасти в вашу жизнь То есть чтобы эти правильные решения приходили вам на постоянной основе Чтобы вы могли действовать осознанно, легко И чтобы те действия, которые, ну скажем так, вы делали, были правильными для вас То есть приходили по каналу вот этого лучшего я, по каналу совести Вот, и, конечно же, эти действия, которые вы будете принимать и применять таким образом Будет приводить вас к состоянию большей осознанности, гармонии, радости и счастью Вот, и что я еще хотел сказать Конечно же, применяйте эту практику ежедневно, такую как вот небольшую сессию Это поможет вам в улучшении вашего состояния и в корректном, правильном принятии решений Вот, вы всегда можете обратиться ко мне Все мои контакты указаны под этим видео Можно мне написать, позвонить И мы пообщаемся, сделаем бесплатную консультацию А потом, при необходимости, можно сделать полноценную сессию Где мы посмотрим, как можно улучшить ваше состояние И исцелить его То есть делать его более комфортным, правильным, гармоничным Что, собственно, чем я и занимаюсь Я помогаю людям в увеличении осознанности Вот, если это видео вам понравилось, было полезным, приятным То поставьте отметку нравится Подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь подписчиком Добавляйтесь в друзья в соцсетях Там я открыт к общению И, конечно же, включите колокольчик Это напоминание о новых видео Они выходят на моем канале ежедневно Вот, и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями Я уверен, это будет тоже им полезно и приятно И поможет в развитии канала Вот, также почитайте полное описание к этому видео Это будет для вас, ну, скажем так Поможет вам лучше понять, что в этом видео рассказано Также в описании мои две книги Мои вечного познания и полное исцеление Это о том, как создавать свои вселенные И о том, как исцеляться по благам Также сейчас на экране у вас появились мои видео Как изменить судьбу И также видео, как справиться с негативным зарядом Подписка на мой канал и сайт Смотрите их, да, подписывайтесь И заходите на сайт Там больше информации обо мне и об Академии Счастья Напомню, меня зовут Шевченко Александр Это проект Академии Счастья Вот, я вам желаю счастья, осознанности, гармонии И мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео До скорой встречи, друзья!